МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. В поликлиниках Ленинского городского округа возобновилась диспансеризация, которая была приостановлена в начале декабря. Диспансеризацию рекомендуют проходить один раз в год. Почему? Я говорю, что это нужно. Всегда профилактика лучше, чем лечение. В Расторгуевской библиотеке открылась выставка фотографа Марии Аргир. Также представлена здесь моя книга, которая посвящена частично Расторгуеву. То есть, можно сказать, немножко кривейческая такая тема. Ленинский городской округ по праву может гордиться своими школами танца. Наши спортсмены, взрослые, они уже тренируют и педагоги. И у нас есть маленькие танцоры, которым мы отдаемся полностью. В поликлиниках Ленинского городского округа возобновилась диспансеризация. Профилактические осмотры были приостановлены еще в начале декабря прошлого года в связи с напряженной эпидемиологической обстановкой. Сейчас, когда рост заболеваемости прекратился, проверить свое здоровье может любой желающий. Наталья Петровна Чеснокова живет в Дрожжино уже более семи лет. Переехала из Москвы и туда же к столичным медикам по привычке ездила лечиться. Недавно все-таки решила прикрепиться по месту жительства к Южной поликлинике и не пожалела. Быстро попала на прием к участковому врачу и получила направление на диспансеризацию. Из-за роста заражений гриппом и коронавирусом в начале декабря 2022 года все профилактические осмотры в поликлиниках муниципалитета были приостановлены. Сейчас эпидемиологическая ситуация стабилизировалась и медики вновь возобновили диспансерные приемы. Диспансеризацию рекомендуют проходить один раз в год. Почему я говорю, что это нужно? Всегда профилактика лучше, чем лечение. Мы проверяем уровень сахара, мы проверяем уровень холестерина, мы проверяем кал на скрытую кровь, ПСА, маммография. То есть все те показатели, которые ежегодно, достаточно проверять. Пройти диспансеризацию можно всего за час в любой будний день, а также два раза в месяц по субботам с 9 до 12. Диспансеризация прошла быстро, удобно. Новая поликлиника открылась в нашем районе. Удобно. Сколько потратили времени на прохождение? Около часа. На всех специалистов на одном этаже. Очень быстро. Если на первом этапе диспансеризации обнаружены отклонения от нормы, медики направляют пациентов к узким специалистам. Здесь на этаже у нас есть офтальмолог, лор. На этаж ниже эндокринолог, уролог, хирург. То есть, соответственно, если есть необходимость куда-то направить пациента, то, соответственно, мы сразу же можем записать его в тот же день, когда пришли результаты. Кстати, мамографию медики советуют делать женщинам после 40 лет каждый год. А мужчинам этого же возраста рекомендуется проходить скрининг на раннее выявление онкологических новообразований предстательной железы. Эти и другие необходимые исследования включены в программу диспансеризации. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ. В Расторгуевской библиотеке открылась выставка фотографа Марии Аргир. В объективе автора – Сухановский лес и его обитатели. Одной из первых полюбовалась красотой родной природы наша съемочная группа. Природа – это неисчерпаемый источник вдохновения, считает Мария Аргир. Жительница Расторгуева на протяжении многих лет фотографирует местные пейзажи. Сейчас в зоне внимания – Сухановский лес. Его флора и фауна. На более чем 40 снимках, которые сделаны в разные времена года, запечатлены уникальные животные и растения. О том, что они обитают в наших краях, многие наверняка даже и не подозревали. Суханово – это не только жемчужина Подмосковья в плане исторических зданий и объекты культурного наследия, но также это объект природный, очень интересный. В 2021 году на деньги жителей было произведено рекомендустировочное исследование этого леса. Было найдено 19 редких видов, в том числе краснокнижных животных и растений. Полюбоваться красотой живописного леса можно в Расторгуевской библиотеке. Сотрудники с удовольствием разместили работы фотохудожника в своем выставочном пространстве. Осветило в таком замечательном, красивом формате, что мы не могли не откликнуться на взов этот экологический, сделали свою выставку вот этого замечательного человека. Фотограф Мария Аргир – еще и прекрасный художник. С ее картинами выпущены декоративные подушки, календари, магниты, сумки и кружки. Также представлена здесь моя книга, которая посвящена частично Расторгуеву. То есть, можно сказать, немножко краеведческая такая тема. Это воспоминания из детства. Выставка организована в рамках экологических мероприятий, которые в Расторгувской библиотеке проходят на постоянной основе. У нас каждый месяц проводятся экологические мероприятия. Допустим, эко-январь, эко-февраль и так далее. И мы проводим с детьми вот в январе у нас заповедники России. И там вот по месяцам у нас много различных мероприятий. Главная задача экспозиции, как отмечает Мария, привлечь внимание жителей и гостей округа к вопросам ответственного отношения к природным ресурсам нашего края. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В этом январе в детском отделении Видновской больницы впервые после пандемии вновь появилась славная традиция. Каждого маленького пациента здесь лично поздравляет Дед Мороз и дарит подарки и хорошее настроение. Радости висели в детском отделении Видновской больницы. Сегодня в роли докторов здесь Дед Мороз с помощниками. И пришли они не с лекарствами, а с подарками. Уродилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Посетив маленьких пациентов и вручив каждому подарок, главный волшебник пригласил всех на развлекательную программу. Различные настольные игры, азартные эстафеты и даже перетягивание каната. Дед Мороз и раньше приезжал к детям в Видновскую больницу. Лишь на время пандемии был сделан перерыв и сейчас эту славную традицию решено возродить. Чтобы подарить ребятам, которые в празднике оказались на больничных койках, а не дома, хоть каплю радости и веселья. Дети болеют, им грустно, на душе тоска, а у ребенка уже такое время, как бы детство, когда он хочет, чтобы была какая-то движуха, веселье и так далее. И мы решили поддержать детишек, прийти, сами организовались. Вот у нас есть замечательный клоун Алекс, он же и Дед Мороз. И все, я с своей стороны там какие-то нашел призы. Ну и в завершении встречи Дед Мороз дал наказ ребятам на целый год. Конечно, хорошо учиться. Здоровье и самое главное, чтобы наших деток слушались родители. Это самое главное по желанию. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Как показывают многочисленные опросы, большинство россиян предпочитают расставаться с новогодней елкой, стоявшей дома после празднования Старого Нового Года. Чтобы сделать этот процесс более экологичным, в Подмосковье проводится акция «Подари своей елке вторую жизнь». Жители Ленинского городского округа с 2019 года активно участвуют в этой акции. Они приносят свое новогоднее дерево в специализированные пункты приема на переработку, а не выбрасывают его на контейнерную площадку рядом с домом. Деревья превратят в щепки в специальных дробилках. Часть используют в качестве компоста и производства грунтов, другая часть пойдет на производство фанеры. Третья призвана обогатить рацион животных, разводимых на подмосковных фермах. С 15 января пункты приема хвойных деревьев на территории Ленинского городского округа будут работать по следующим адресам. Видное – Петровский проезд, дом 27. Горки Ленинский и Южный проезд – дом 1. Развилка – дом 39. Видное – Белокаменное шоссе, 4 линия, площадка «Мегабак». Для тех, кто максимально долго любит сохранять новогоднее настроение, стоит отметить, что акция «Подари своей елке вторую жизнь» продлится до 15 февраля. В начале января хореографы всего мира отмечают профессиональный праздник. Ленинский городской округ по праву может гордиться своими школами танца, воспитанники которых регулярно становятся призерами соревнований самого высокого уровня. Наш корреспондент Юлия Погосян встретилась с тренерами одной из них, чтобы выяснить, в чем же секрет успеха звездных педагогов. Не зная праздников и выходных, они ежедневно тренируют детей, чтобы дать ребятам возможность проявить себя в искусстве танца. Хореограф – специальность, включающая в себя не только высокий профессионализм. В первую очередь это позитив, мне кажется, потому что детям в любом случае необходимо получать тоже позитивные эмоции. Во-вторых, это, опять же, какой-то творческий такой процесс. Поэтому очень важно иметь какие-то творческие наклонности, чтобы можно было придумать вариации и так далее, строить всякие такие истории. Ну и разбираться хорошо в технике – это тоже очень важно. То есть видеть сразу, чтобы глаз видел, всякие недосчеты, чтобы их можно было исправить. Соответственно, мне кажется, это три пункта, которые очень важны. В Ленинском городском округе несколько крупных танцевальных школ. Одна из них прославила муниципалитет на всю страну. Спортивный клуб «Звездный вальс» был создан еще в 2005 году. Сегодня детей тренируют порядка 20 хореографов, многие из которых – бывшие воспитанники основателя и бессменного руководителя клуба Игоря Турукина. Как здорово, что у нас есть такая тема, что не зазорно, грубо говоря, ползать на коленках у начинающих спортсменов. Что это значит? Что наши спортсмены, взрослые, они уже тренируют, и педагоги. И у нас есть маленькие танцоры, которым мы отдаемся полностью себя. И совершенно не зазорно, что мы на коленках их поправляем. Поэтому пожелание, наверное, любить свою профессию всей душой и отдаваться ей полностью. Алена Семенова в «Звездном вальсе» около двух лет. До этого молодой хореограф работала в Китае. Говорит, школы танца сильно разнятся. В России искусство находится на высоком уровне. Здесь в России колоссальное, прямо достаточно сильное. Здесь педагоги очень мощные. В Китае такого нет. Поэтому именно как педагогу ехать туда отлично, а как спортсмену на самом деле грустно. Сейчас у педагогов горячая пора. Они готовят пары к первому блоку чемпионата Москвы. Мы пыхаем 24 на 7. Настроил нас отличный, боевой. Просто, чтобы убивать едем. Ну, не за первым местом, но за полуфинальчиком едем. По итогам этих соревнований будут отобраны пары для участия в самом важном для танцоров событии года – чемпионате России. Тренеры «Звездного вальса» на своих воспитанников делают большие ставки. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно этого. Да и это все новости на сегодня. В студии для вас работал Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова